здравствуйте дорогие друзья сегодняшнее видео я хотел начать с небольшого комментария дальше завершу ответами на основные вопросы которые пишут подписчики в комментариях в соцсетях сразу хочу сказать огромное спасибо за те лайки за те комментарии под видео в социальных сетях что вы пишете под моим видео действительно очень благодарен и большое спасибо у меня к вам просьба очень большая и она единственная очень много людей смотрят видео которые не подписаны на канал для меня крайне важно чтобы вы были подписаны на канал для меня крайне важно чтобы выставили подписки в соцсетях вот сейчас такая ситуация всем известная когда instagram facebook не работают дальше неизвестно что будет с ютюбом поэтому телеграм-канал и вконтакте пока функционирует дай бог что все будет нормально они никуда не денутся поэтому чтобы быть в курсе событий по магазину в курсе событий каких-то моих роликов которые я смогу тогда туда выкладывать огромная просьба не откладывать и подписаться на телеграм и на сеть вконтакте вы будете не только смотреть быть в курсе смотреть ролики и быть в курсе всех событий по магазину да но и участвовать в розыгрышах потому что мы сейчас хотим организовать сейчас уляжется с курсом что-то да вот какие-то такие моменты мы хотим организовать розыгрыши и узилищ для подписчиков те же запчасти как я в своих видео говорил что бесплатные запчасти для узилищ куплены у нас по акции в период действия акции будут будут выдаваться только тем кто покажет свои подписки на телеграм-канал и на сеть вконтакте но пока вот фейсбук заблокирован поэтому давайте скажем так в такой ситуации большая просьба к вам именно подписываться на на видео каналы ютюба на телеграм вконтакте пока еще открыты чтобы быть как-то не потеряться и быть в курсе вот этих событий а для меня это очень важно потому что я вижу что человек относится серьезно к моим видео и для меня это самая лучшая благодарность то есть это это для меня очень важно поэтому если вы хотите действительно искренне сказать спасибо это вот вот этот вариант то что я вас попрошу сделать здесь немножечко и тезис на себе набросал заметках в телефоне что осветить какую тему затронуть второй момент это объявление мы сейчас будем расширяться дай бог все получится потому что как так вот в планах это было уже все подготовили бац такая вот ситуация сейчас всем известная в общем и я набираю менеджеров и курьера к себе в магазин будет мы будем расширяться как сказал это будет магазины в мытищах магазин сходницкой магазин пролетарской метро в москве поэтому пишите в комментариях звоните по телефону я укажу в комментарии под видео телефон также укажу сеть вконтакте где нужно подписываться да чтобы напрямую сразу вы можете могли зайти в общем кому нужна работа менеджером рыболовный магазин все условия работа хорошая скажу сразу сказать работать нужно много и удовлетворение и финансовое и моральное вы будете получать тоже много поэтому скажем так я никого не обижаю никогда у меня все честно ребята никто не уходит все работают долго и по много лет просто связи с расширением мы сейчас набираем дополнительный штат поэтому кто хочет в москве пожалуйста три места я назвал пишите я телефон оставлю повторюсь под видео в комментарии ну и давайте приступим к вопросам вот меня трудно вывести себя но но сейчас много людей ну не много но процентов на на 20 попадаются таких людей которые крайне негативно высказываются в мой адрес в адрес всех магазинов называя нас всех продаванными вы повышаете цены курс как будто не знают что курс доллара поднимается и они обвиняют том что вы там продавцы продавана наживаетесь на нас простых рыболовов почему вы у вас клад уже забит продукции купленные по старым ценам а почему вы на нее тогда подымаете вы тогда подымаете уже на новую когда новая приедет а зачем вы вообще продавать зачем вообще подымаете вы пользуетесь там народной бедой грубо говоря и под повышение курс и как бы спокойно можете оставить старые цены и задираете их вновь в общем слава богу что процента 80 народу все это понимает прекрасно но вот эти 20 процентов остаются поэтому я хочу ответить потому что в комментариях это писать не хочется одно и то же там разным людям в связи сейчас ситуации роста курса такого бешеного поднимают цены все и здесь я могу сказать что я как директор сабанеев очень долго держался и не поднимал цены кто является постоянным покупателем магазина тот знает прекрасно что многие компании уже подымали не раз цены и в том году да но сабанеев не подымал это я практик более того допустим когда вышли мои лидер махите махи лидер для на форумах я выкладывал объявление что тот кто записался заранее еще до того как они приехали в москву они их получат по самым выгодным ценам фактически ниже опты мы с этих и я вам могу честно сказать и я и писал об этом ведь всегда честно говорю то есть я с этого ничего не зарабатывал вся эта партия она пришла выручки у нас не было 0 что я приобретал этим да почему я так сделал что называется отдавал удочки фактически вот за одну зато за тоже за что купил за то что сколько они к нам приехали да это реклама то есть я хотел убить двух зайцев первое это действительно преданным людям а я ценю очень преданность и честность и всегда так стараюсь поступать преданным людям которые готовы мне поверить на слово которые даже не видели эту удочку но которые знают меня лично уже немного лет и знают что я говорю честно и никто меня во лжи никогда не обвинял вот они за они готовы поверить не виде удочки записались на новый новую поставку да не видя еще не держа в руках ждали это и удилище и мне приятно им сделать такой подарок и видит того что они получают хорошую качественную удочку в данном случае говорю да про лидер теле махалочку именно вот по цене по которой никто не получил никто не может получить то есть для меня плюс то что я даю им такой подарок презент от себя как бы в качестве благодарности за преданность магазину за мне лично за отношение ко мне лично да и второй момент это если уже там как-то смотреть как второй дальнейший да вопрос какой-то там может быть чуть-чуть меркантильный да это то что это дополнительная реклама которые в общем-то бесплатно потому что чтобы платить мне деньги там яндекс директ еще куда-то там нанимать спортсменов подписывать с ними контракты как это все делают многие да то есть для меня проще и я смотрю это работает потому что удочки уходит да и новая партия приходит опять распродается даже больше чем предыдущие это вот сарафанное такое радио среди обычных рыбаков поэтому я вот этим моментом когда организую такие вот записи на предварительные получение удилищ новых новинок да я вот убиваю двух зайцев делаю приятное рыболовам качестве благодарности что называют для меня это как бесплатная реклама да по сарафанному радио далее чуть отвлекся по поводу этого да по цене почему поднимаем цены вот смотрите у меня с оплата как и у всех сейчас оплата на завод идет в долларах то есть чтобы мне заказать удочки на новую партию новую партию мне нужно оплатить в долларах чтобы оплатить долларах мне нужно эти доллара здесь купить продаю я здесь удочки за рубли поэтому смотрите если допустим я напродавал условно у нас удилища стоит ну там какие-то удилища там стоят по 50 по 80 долларов к примеру выходная цена завода и условно там тысячи долларов получается да который я должен который я взял завода соответственно с новую партию мне нужно также на эту тысячу долларов заказать новую партию оплатить и чтобы она ко мне приехала меня были восполнились те же самые удочки так вот эту тысячу долларов с условием если я раньше по курсу покупал допустим 70 а теперь я буду покупать и эту же тысячу долларов по курсу 100 140 да и соответственно заплатил вы заплачу два раза дороже если я не подыму цены сейчас я соответственно продав вот эту партию дочь которые уже есть я смогу купить в половину меньше а дальше может быть еще в половину меньше и что вот если мы в половину меньше купим то у меня не будет ни на разработки не на новинки какие-то да ни на что то есть получается что у нас мы можем фактически закрываться при таком раскладе точность так же когда удилища лежат на полке допустим да на складе они тоже дорожают в чем дорожают а в том что мы за свет платим в том что мы платим за аренду в том что мы платим зарплаты и тому подобное да то есть инфляция то же самое то есть суть такая что сейчас все приходят к тому чтобы взять маленькую партию продать и заказать новую чтобы как можно ну это как наше называется хеджироваться от рисков в общем вот ответ на этот вопрос таков следующий вопрос который многие спрашивают как происходит заказ удилищ на заводе что-то как вы вообще разрабатываете да и кто вообще как разрабатывает ну смотрите есть несколько вариантов самый простейший которым пользуются мы не могу сказать что недобросовестные но те кто кто никому не охота работать раз и те кому внутренней мотивации не нужно никакой для создания чего-то своего какого-то своего дела какого-то товара за которым будет гордиться вот мне например я сделал лидеры там я сделал импульсу я мне приятно от своей работы я получаю от этого удовольствие они не скопированы ниоткуда мы их разрабатывали я их да с технологами завода разрабатывал по колено как происходит у максимально простейший вариант да вот как я сказал условно там да не недобросовестных это человек приезжает на завод на заводе есть всегда образцы и он просто из этого из этих образцов выбирает бланки которые ему нравятся лепится логотип и завозится сюда если цена устроена ничего он там не меняет все это самая простейшая вещь которым в общем-то некоторые пользуются но как правило вот практика показывает потому что сабанеев на рынке да и я возглавляю уже не первый год то как правило такие конторы долго очень не живут либо эта серия в которой они там сделали она уходит с рынка потому что люди недорогие они чувствуют что что-то не то или недоработано да то есть что что-то не то то есть не доработано как какие-то модельки они явно выпадают из этой серии либо допустим серия позиционируется как условно там лайтовые или там с таким-то строем прогрессивным а туда явно записать заходят модель который явно не подходит под эти условия и под концепцию серии в целом второй момент еще тоже скажем так не совсем до конца могу назвать это разработка это когда человеку ну условно там кому-то из компании да понравилась какая-то удочка он берет эту удочку и посылает на завод и говорит сделайте мне копию или сделайте мне похожие ему присылают образцы он их тестирует нравится не нравится и дальше уже решает что и как и третий вариант которым пользуюсь я я приезжаю на завод я из тех бланков без фурнитуры без там облетки какой-то да и беру бланк что мне нравится да выбираю что не понравилось и на этот бланк поэтому уже подбираю сам фурнитуру на этот бланк я с технологом говорю что в нем изменить допустим сделать другой строй сделать иной вес с другой баланс мне нужно друге усиление колена мне нужна другая динамика бланка да да это нужно уголек другой связующий другие то есть и мы с работаем с технологами именно вот в процессе обсуждения вот этого то есть и за их и чаще всего этот бланк он он от него ничего не остается то есть в итоге мы переделаем все и вот на этом заводе часто после вот моих заказов они эти бланки мои да которые уже переделаны полностью они их оставляют для будущих с других стран и в то же время с россией чтобы они у них стояли и из-за чего они могли там кому-то новому заказчику предложить что у них вот есть вот такое вот посмотрите еще и еще что есть то есть это фактически у нас происходит новый бланк потому что меняется там все вот допустим в удилищах лидер мы вообще я вообще не брал никакой бланк то есть мы с нуля его с технологами я объяснял какое колено мне нужно сколько весить мне нужно какая толщина стена какие диаметры какой строй должен быть и вот после этого мы уже договорились как она будет выглядеть и мне предоставили уже там сначала колено потом мы начали их испытание потом я добавил обмотки и усиление где нужно мне не понравился баланс не понравился верхняя часть я попросил дополнительно обмотку припреда сделать сверху посмотрел что по балансу чуть там изменили в комле убрали лишние свесмола чтобы вес был поменьше в общем это вот фактически такой вот конструктор в работе вместе с технологом еще очень важно вот я говорил об этом в первом видео важно найти завод который будет работать и умеет работать с тем углем с тем материалами что что вы хотите потому что в китае соберутся практически за все и сразу но это вот только вопрос опыта вопроса изучение заводов вопрос многократных поездок и вот только тогда я понимаю на каком заводе мне нужно оставлять заказ да я понимаю что они сделают качественно вот это тоже очень важный момент еще момент выбора золотой середины так сказать цена качества цена качества характеристики под качеством я веду надежность качество изготовления под характеристиками имея ввиду чтобы получилась такая снасть которую полностью удовлетворяла рыболова и она раскрывалась полноценно в своем сегменте ценовом ну и соответственно цена потому что допустим вот когда импульсы делал фидора импульс обо них да и вот там на другую компанию которая сейчас нас не знаю останется на рынке или нет достаточно крупный недавно пришедшие вот у нас получалось так что я понимал я рассказывал про импульс и что обмотку обоев допустим я понимал что нужно дороже сделать для того чтобы люди были довольны потому что получать фактически там не знаю не хочу просто имен называть до марок но получать что-то там какое-то удилище где будут обои оттираться эта пробка и ломаться и тому подобное это не очень не хотелось конечно дальше поступая поступило два-три комментария о том что я не критикую саванеев вопрос спрашивают почему вы не не критикуете но у меня здесь просто слов нет то есть человек зашел запрыгнул не видя никакие мои комментарии никакие мои видео сообщение ничего и уже вот просто как говорят на гадил убежал то есть здесь слов нет одни эмоции так как критикую саванеев я лично никто не критикует его никогда и нигде я говорю предельно правду всегда и честно если это плюсы будут говорить как плюсы минусы будут говорить как минусы допустим фотоны профи дара у них нет брака от слова совсем я не могу сказать что у них есть брак какой-то потому что его просто нет через меня прошли сотни тысячи фидоров но никогда никакого брака по бланку не было по кольцам то же самое я понимаю что это нонсенс что как правило три процента брака это норма для всех но вот у нас так получается что конкретно в фотонах про брака нет и я ни одного фидера за все свое время не взял чтобы там обмотка не домотана чтобы там была воздушная каверна в припреде до запеченный и так далее почему так происходит я знаю это качественный завод где мы заказываем где делают дрэнон престон и так далее да где браунинг сферы делают на этих же линиях делают фотоны про поэтому там по контракту по договору у нас многократная проверка от электронный там и кончая визуальный поэтому здесь все отбраковывается и нету брака поэтому я не могу говорить неправду я говорю так как есть и брака там нет второй момент импульсы брачок может встречаться завод чуть другой но по брака по бланку тоже не было и нет никогда и там могут может быть брак по кольцам там могут быть допустим ставка кольца на одном фидере из ста не хватает ставки кольца там может быть какой-то там лак на колечке который ногтем или там ноженком можно соскровить то есть вот этот момент все в принципе да то есть но брачок маленький но встречается дальше минусы я считаю что фотоны простые фидера обычные дешевые бюджетные фотон за те деньги за которые сейчас они у нас еще есть на складе вот смотрите мне их надо продавать да я директор саванеева это моя фактически компания мне их надо продавать но я говорю честно что они как я говорил своих денег не стоит они моральные физически устарели эти фидера не должны стоить столько но к сожалению мы закупали за эти деньги и мы должны их как-то продать поэтому я говорю также честно что если выбирать между фотоном который дороже и импульсом который дешевле однозначно в сторону импульса можно брать этот фидер и импульс это он и на и современней там правильный бланк там хороший катушкодержатель там нет никакого брака по бланку а фотонах редко но это встречалось именно в бланке вот ну вот мы с того завода ушли я не хочу там больше ничего заказывать где были фотоны уже несколько лет выпускались и больше мы там заказывать ничего не будем дальше опять же минусы продолжаем спиннинги тензор мастер бинар то же самое морально устарели я не хочу чтобы с вами были спиннинги допустим с вклеекой бланка в ручку где вот ручка заканчивается бланк заканчивается и пошла рукоять то есть бланк должен быть единым целым и рукоять должна либо разнесенной быть чтобы человек чтобы была сенсорика хорошая да и человек видел что она разнесенная то есть идет идет часть где человека держится рукой потом он видит сам бланк и уже задняя часть да рукоять то есть это современные качественные хорошие спиннинги вот сейчас вместо тензора они еще остались продажи кстати говоря то есть вроде как они продаются но я говорю об этом что они устарели да и мастер и бинар двуххолостовые то есть мы их сняли с производства они часто продадутся вместо них твин пик двуххолостовой вышел современный фидер которые сделали маэстро бюджетные фидер но очень современные тоже стоят каждой копейки потрачены и топ сегмент это амулет то есть эти эти спиннинги в них уголь дороже чем в предыдущих они более качественно сделаны по фурнитуре лучше по весу легче по сенсорике лучше вот как бы я говорю что есть плюсы есть минусы говорю все как есть еще такой момент мне очень важно я у тебя менеджерам об этом говорю они так и работают кто покупал магазин тут прекрасно знает и на форумах там из десяти сообщений одно-два обязательно такое что я пришел допустим до клиент пишет покупатель я пришел купить там удочку за 20 тысяч рублей или за 10 тысяч рублей а мне менеджер отговорил и продал за пять то есть вроде как принцип да такой что надо как говорят там продаваны в паре да у нас такого нет и быть не может потому что вот такие во первых для меня самое важное чтобы человек просто сказал спасибо вот если он купит и на реке рыбалки внутри просто ему придет мысль что спасибо ребята и там спасибо даже за то что вы действительно снасть нравится и он искренне внутри почувствует слово спасибо это то что у нас что называется после нас останется и для меня это самое ценное вот в продажах вот в таких моментах да то есть да и не только то есть говорить честно и именно чтобы человек сказал просто спасибо поэтому я понимаю если мы ему что-то продадим то что ему не подходит и он потом будет разочарован это будет негатив это будет нехорошо это лучше мы продадим дешевле но ту снасть которая точно подходит от которой он будет на сто процентов получать удовольствие она будет ему давать сто процентов результата которые ему нужно от нее получить да и она все целы все целы выложится вот это под его условия и он после этого скажет просто спасибо для меня это самая лучшая благодарность а вот ну и плюс 2 да в этом если говорить о коммерческие уже составляющие но и поверьте он для меня далеко не на первом месте там очень далеко я понимаю прекрасно если человека обмануть или впарить ему что-то не то или просто продать что ему не нужно один раз скорее всего он потом не вернется вот у нас покупатели всегда возвращаются у нас 80 процентов постоянных покупателей которых приходят из других магазинов потому что они понимают и не сомневаются что им не впарит не втюхают а действительно посоветует то что нужно и как многие очень говорят мы хотели вот это вот это там с двадцатью тридцатью тысячами рублей пришли а купили там на пять на десять и мы поняли нам объяснили что нам совершенно не надо это все да то что мы хотели и вот от этого чувства благодарности от того что человек ушел и и и он уже не сомневается что ему честно все придадут и в будущем он приходит и часто бывает даже так что они говорят я ничего считать особо не буду я знаю что вы все правильно не подберете вот у меня такие-то условия подберите пожалуйста вот в эту примерно суммы или вот в эту сумму или или же вообще без суммы что вот мне оптимально вот для таких вот для моих условий чтоб я хочу вот вот так вот так получать удовольствие так так а такой-то фидорок да там такой-то махалочка вот хочу я так чувствую мне ничего там ли за лишнее платить нам не нужно и мы ему подбираем он потом не сомневаясь потом пишите благодарности приходит и друзей приводит поэтому еще раз говорю что да это не очень хорошо для магазина в плане потому что у нас есть аренда у нас есть пятое-десятое зарплаты все остальное и у нас кстати говоря вот было два менеджера три даже которые со мной и с ребятами в скоррективе не ужились именно по причине впаривания потому что они по придя из других рыболовных магазинов каких-то там не помню они они гадаться нам надо впарить у меня зарплата зависит чем больше я продам тем больше я получу а мы гадим вот ты сейчас хорошо ты этому человеку впарить что-то потом он уйдет он поймет что ему впарили его обманули условно там да или скажем так продали не до конца то что ему надо было он мог бы взять дешевле и другое а это совершенно не обязательно было брать там такую палку спортивную словно любительского рыбалки который просто не нужна вот а он потом не вернется говорит это ну твои же деньги то есть он не вернется и мы потеряем людей мы не только негатив от этих людей получим да и что для меня как директор и владелец очень важно первоочередное да что был позитив и добро а именно вот то что человек тоже не вернется зачем пускай человек должен приходить сюда как домой как второй дом где он знает что ему 2 что он доверяет что есть полное взаимопонимание с людьми с кто ему подберет то есть и он должен удовлетворенную ходить и довольны отсюда с добром поэтому вот на этом стоим и стоять и будем давайте на сегодня на этом закончим еще раз очень вас прошу подписывайтесь на телеграм-канал будет в описании под видео зайдите нажмите на галочку раскроется описание на вк на сеть вконтакте и обязательно на подписывайтесь на канал youtube тоже потому что повторюсь как начале говорил неизвестно что сейчас будет с блокировками каналов инстаграма фейсбук уже нет и чтобы мы хотя бы друг с другом были в курсе того что происходит по магазинам по акциям и так далее и вам же от этого плюс потому что вы сможете и скидки получать лучшие цены для подписчиков только для подписчиков до лучшие цены и бесплатные запчасти в период действия акции такого не делает никто поэтому еще раз подписывайтесь телеграм-канал его вроде как никогда не заблокирует надеюсь но и социальная сеть вконтакте я буду выкладывать основные анонсы только там всего доброго и до новых встреч а а